Совсем скоро ты сможешь попробовать тех персонажей, которых у тебя совершенно нет на аккаунте. А большой всем тюлени привет, с вами на связи Аркадий и Толкенвей. Через два дня, с 17 числа в 12 часов по московскому времени, в игре Genshin Impact стартует новое игровое событие под названием Туманное Подземелье. Ну как сказать новое, оно как бы старое, но при этом новое. Давай я тебе расскажу, что мы будем в нем делать, а также какие плюшки мы в нем получим. Само собой, за прохождение данного события мы получим 420 примагемов, поэтому лишние примасы на выбивание Ита у тебя определенно будут. Что необходимо будет делать во время прохождения этого события? Оно очень простое и при этом достаточно интересное. Нам нужно будет в течение нескольких дней проходить специальные подземелья. И эти подземелья нужно будет проходить предсобранными отрядами. То есть у нас есть прям пак персонажей, и мы из них выбираем тех, которые хотим использовать в этом подземелье. И при этом не обязательно, чтобы они были у тебя на аккаунте. Скорее всего нам там добавят возможность поиграть за балл, за тарталью, то бишь за достаточно популярных персонажей, которых ты возможно скипнул, либо же не смог выбить. Что нужно будет делать в каждом подземелье? Там в принципе нужно будет пробегаться по комнатам и выполнять маленькие боевые стычки. Подземелья очень легкие, и в принципе, так как персонажи уже собраны, то тебе единственное, что там нужно, правильно прожимать кнопки. Проходится, в конце встречается небольшой босс, и как бы ты радостный, довольный, забираешь свои примагемы. Это событие очень сильно понравится тем, у кого не было возможности получить персонажей, не было возможности получить персонажей с констами, и там прям предсобранное вы просто оттачиваете свое мастерство на игре на некоторых персонажах. Но при этом точно так же это является возможностью у разработчиков проверить, какие персонажи более интересуют игроков, потому что скорее всего, с большей вероятностью, персонажей будут использовать именно тех, которых у них нет. И разработчики, в зависимости от наших пиков, возможно, будут принимать решение, какие баннеры нас будут ожидать в будущем. Так как нам подсовывают Тарталью и Райден, господа, ожидаем четвертый баннер рерана Тартальи и также реран баннера Баал. Ну, хотя, кто знает, разработчики вольны, придумывают вообще совершенно все, что угодно. Поэтому вот такое вот коротенькое событие нас всех ожидает, оно очень легкое, но 420 примагемов на дороге не валяется. На сегодня это все. Большое спасибо тебе за просмотр и до встречи в следующем видео. Пока-пока.